Господа мои, обочтение, Бихолдер, Блаженный Сон, очень быстро протекают события, я понимаю, но времени в обрез, 165 часов и наш персонаж по миру пойдет, если мы ничего не предпринимем, кися, код ордер, он мне там оставил, наверное, что-то, да, какого-нибудь, какого-нибудь мышонка, так, жандарм, квест у тебя горит какой-то, здравствуйте, какая встреча, что тебе нужно, что вы хотели, Жорж, я как дикий зверь, не знаю покоя, терзаюсь беспокойными мыслями, Заткнитесь! Ладно, беспокойные мысли, тщетность судьбе, что всем нам уготовано, вы не могли бы чуть более конкретнее рассказать, что вам надо, знаете ли вы, что такое невзаимная любовь, Герт, а, это вот та женщина, с которой он проживает, заткнитесь! Я знаю, что такое потерять любимую жену, Жорж, думаю, это более чем достаточно, чтобы понять вас, Жанна меня не любит, а я больше всего на свете хочу, чтобы она меня любила так же неистово, как я ее, я готов на все, вы слышите, на все! В отчаянии я даже готов поверить в силу притворных зерей, о, у меня есть один зелье, которыми торгует, даже если подобные зелья работали, разве это было бы, не было бы обманом? Ваша совесть потом не будет вас мучить? Найдите способ влюбить меня в Жанну, ладно, я все отдам, ладно, я подумаю, спасибо вам, да, пожалуйста, заткнись, я все готов отдать, чтобы заткнуться! Тишина, о, боже, Жанна, вы не любите его, здравствуйте! Познакомиться, я с ней даже не знаком, добрый вечерок! Разрешите, представьте, я Гектор, да, меня Жанна зовут, вы дружны с Жоржем? Я иногда подрабатываю на турщице, и он мне платит за то, что рисует меня, отчего вбил себе в голову, что я его муза, насколько я понимаю, вы его вдохновляете! Довольно необычно слышать от него комплименты в свой адрес, я к такому не привыкла, но я рада, что есть возможность заработать немного денег! Познакомиться, про ее жизнь, с Жоржем Золотой, про ситуацию встать, закончить, подожди, у меня там кто-то орет, бля, они ругаются! Джорж и Клаус ругаются! Так, у нас есть вопрос с Клаусом, да? Она сказала, что нужен донор, эй, Яков, Яков Манишек, там дочь, у тебя дочь, здравствуйте, поприветствовать! Мое уважение, не знаете, есть ли в городе хороший магазин игрушек? Я понимаю, что ты про своего ребенка спрашиваешь, у Маркуса скоро день рождения, братан, он так хочет ракету! Боюсь, в городе нет никаких других магазинов с игрушками, придется еще раз ходить туда и выбрать хоть что-то! Вы знаете, Яков, говорят, что деревянные игрушки самые безопасные, никакой аллергии, а, да, покупатели натуральные! Один товарищ с работой рассказал, что прошлой зимой, как раз на празднике, у них кончился уголь, и они стали замерзать в квартире, а, игрушки начали топить! В общем, они были вынуждены топиться всем, чтобы подругу попасть, даже мебель разобрали! И несмотря на слезы сына, им пришлось бросить в печь подаренного на день рождения деревянного коня! Это нормальное явление, когда вы живете бедно и, да? Так вот, этот конь горел ровно восемь дней, представляете? Восемь дней? Нормально, звучит по-настоящему поразительно чудо, да! Держите карман шире, я вам как химик могу сказать, что это звучит как пропитка из какой-то адской смеси парафинов! Вряд ли она полезна для детского организма! А, он про то, что типа эти деревянные игрушки чем-то пропитаны! Ясно! Значит, братишка, поговорите о Злате! У вас как бы дочь в больнице лежит! Ей нужна помощь! Вы знаете, что это ваша дочь? Вам же уже сказали об этом! Яков, мне нужно с вами поговорить! Дело носит крайне деликатный характер, и это касается вашей семьи! Я ввечу во внимании! Не спрашивайте, как я это выяснил, но ваша дочь, которая якобы умерла при родах... В общем, на самом деле она жива! Как это возможно? Ну, вот так вот! Я точно не знаю, или произошла ошибка в роддоме, или кто-то специально оставил ее там, но это факт! Ваша дочь жива, и она была удочерена другой семьей! Продолжайте! Угу! Еще более невероятное совпадение! Она живет в вашем доме! Нашем, точнее! Это Злата Шиммер! Клаус Шиммер приходил мне, нес какой-то бред, я думал, он пьян! Он точно был не в себе, теперь понятно, почему! Нет, это реально ваша дочь! Как же нам теперь быть? Честно говоря, я плохой советчик в таких делах, но мне кажется, что стоит... Не стоит совершать необдуманных шагов! На вашем месте я взял бы время на раздумья! Взвесил бы все! Вы правы, мне нужно подумать! Для начала нужно свыкнуться с этой мыслью! Уму непостижимо! Злата наша дочь! Вот почему она всегда мне напоминала Луизу в детстве! Мы ведь с женой знакомы с пеленок! Жили по соседству, вместе сходили в школу! Я надеюсь на ваше благоразумие! Не сомневайтесь, мои планы не фоют устроить скандал или как-то травмировать ребенка! Ведь у нее есть родители! Она их любит! Деликатное дело вы, как всегда, верно подметили! Так, братан, она в больнице! Ладно! Она в больнице! Значит, какие вопросы? Какие вопросы, такие и ответы! Значит, нам нужно какое-то чудотворное средство, чтобы влюбить в нее! Значит, просить прозразный... Значит, приворотное зелье, дружище! А у тебя нет, случайно? Вы не могли бы помочь с одной проблемкой! Есть этот один товарищ, который безнадежно влюблен! Сам я не верю в приворотное зелье, но совсем отчаялся и готов прибегнуть к любому способу! Хм! Конечно же, можно организовать! Но мне, по-моему, понадобится от вас ответная услуга! Угу! Тут вот какой казус! Мои исследования по симбиозу нейролингвистического программирования и ароматерапии требуют приличных денежных средств! Я хочу провернуть одно дельце, которое, скажем так, сделает эти деньги осязаемыми! Я никак не могу распродать свою патентованную настойку от кожного зуда! У меня целый ящик с ней! Мне всего лишь нужно, чтобы создали рынок сбыта! Создали рынок сбыта? Настойка от кожного зуда? Каким образом? А, ну то есть надо создать потребность, чтобы у тебя покупали средства от кожного зуда! С прошлого места жительства у меня остался старый плед с клопами! Плед с клопами? Я порезал его на куски и сложил в мешочки! Вы подложите эти мешочки в каждую кровать в апартаментах квартирантов! И когда они начнут жаловаться, я буду продавать им свою настойку! Вот ты, сука, жук! Вы в своем уме? Это просто кошмарно и к тому же незаконно! Да бросьте! Реодически все это операция всего лишь мелкое хулиганство! Мелкое? Да, и вы учтите, что это мелкое хулиганство! Я заплачу крупные деньги! Три тысячи! А после вы сможете позвонить в самопедимистанцию и договориться с дизентит... По рукам? Ну, походу, да, у меня нет шансов, други! Да, давай! Поверить не могу, что я на это соглашаюсь, но давайте ваши мешочки! Ничего страшного не произойдет! А деньги не пахнут, в отличие от клопов! Ладно, он дал мне... Он дал мне, получается... Да, он дал мне... Я понял! И теперь мне нужно подложить везде... Везде этих клопов? Ну, давай тогда подкладывать! Я надеюсь, что в доме никого нет! Я открываю просто на свой страх и риск сейчас! Да, нет никого! Надо подложить в кровать, я правильно понимаю? Подложить в кровать мешочки! Так, это у него здесь что-то такое... Подложить... Как подложить? А, вот один мешочек здесь! Готово! Надеюсь, это так работает и никак иначе! Тут еще кто-то есть? На второй квартире кто-то есть? Может быть? Никого нету! Погнали туда теперь! Я буду подкладывать мешочки! Подкладываем мешочки, чтобы создать рынок сбыта! Так! Вот этому человечку нужен попугай! И костюм пирата! Это очень важно, потому что... Без него его на работу не возьмут! У него там, ну, типа... Новая жизнь, все дела! А предварительно я бы еще положить! Ну, вроде как... Вроде как что-то делается, да? Вроде как что-то делается! А здесь нет, случайно, торговца? А ну-ка, мое уважение! А ну-ка, мое уважение! Здравствуйте! Спросите про костюм пирата! У меня необычная просьба! Мне нужен костюм! Слышите найти? К несчастью, костюма пирата у меня нет! Но если мне не изменяет память владелец ломбарда в соседней квартале... Так, пытается продать попугая! Мне было бы неплохо! Это отличная идея! Какой пират без попугая? Постараюсь достать для вас птичку! Однако это вряд ли будет дешево! Комиссионная, надбавка... За... За... Нет, запрещенных домашних животных! Сами понимаете, я понимаю! Сколько денег? Жизнь такая! Сколько денег? Мое почтение! Торговать! Но он принесет мне, да? Он принесет же мне? Ну, я думаю, что принесет! Мы с ним поговорили! Так, ну, в две квартиры положил! Давай теперь в третью! Это утро, да? Сейчас утро все на работу поедут? Здесь никого нет, кстати, о птичках! Здесь никого нет! Ну-ка, заходим! А, подожди! Это вечер! Это не утро, нихера! Это вечер! Они все приезжают, наоборот! Они сейчас все спать ложатся! Да или нет? Не очень понимаю, какой там день был... Подложить... Пять, получается, да? Мешочков он мне дал! Здесь кто-то есть! Я вот сюда подложу мешочек! Там он внизу как раз ходит, да? Этот военный! Вон он! Военный внизу! Сейчас мы быстренько его подложим! Я успею это сделать! Оп! Быстрее! 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 Быстрее мешочек положить! И уйти! 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 Оп-оп-оп! Готово! Так, мне нужны камеры! На все бабки! Курит! Курит, курит, курит! Так, кто здесь? Подожди, а здесь же он живет! А куда я не подложил? А, вот сюда! Вот сюда я не подложил! Мне вот в эту квартиру нужно подложить еще этих! Между жизнью и смертью я не хочу умирать! Свяжка мышей! У меня три мышки есть! Нужно, наверное, быстрее пойти забрать мышь! Наверное, киса мне мышку-то положила? Киси, ты положил мне мышку сюда? Мне нужно связку мышей еще сделать! Очень много квестов! Да, мышь здесь на месте! Взял мышь! Осталась еще одна мышка! Еще раз! Пьет! А, не успел я! Не успел я, что он пьет! Закончить разговор! Да, он со мной не поговорит, пока я ему попугая не принесу! Этот чувак здесь стоит не с прошлой же ночи! Он здесь, ну, попугая не принес ты мне? Нет, закончить разговор! Он еще ничего меняет! О, мыши! О, киса вон там, смотри, мышь! Она что-то с ним делает! Они пошли спать! Так, здесь все спят! Это ночь голимая! Если я правильно понимаю, то это ночь голимая! Между жизнью и смертью! Подожди, что? Поговорить с Луизой! А-а-а! Подожди, она спит, а он стоит, смотрит на нее? Он реально влюбленный человек? Настолько сильно? Ха-ха-ха! Ладно! Хорошо! Досье надо состряпать, кстати, на кого-нибудь! Я думаю, что нужно... А это Луиза, подожди? Луиза Манишек! Мое почтение! Про семью, про Злату! Дорогая, твоя дочь жива! Луиза, у меня для вас есть новость! В общем, Злата ваша родная дочь! Чего? Гектор, вы должны быть шутите или пьяный! Как такое вообще может быть? Ведь в роддоме мне сказали, что она не выжила! Вы ничего не перепутали? Нет, она живая! Поверьте, мне я все проверил дважды! Сомнений нет, она ваша дочь! Я не знаю, как такое могло произойти! Кто-то ошибся, намеренно или случайно! Но сейчас это уже не важно! А важно то, что вы должны ее спасти! Ну как же она оказалась у Шиммеров? Они ведь ездили в Вольв... 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 Воперпапа! Они... Они помогли завести... Да нет, чтобы им помогли завести ребенка! Они их украли у вас! По-моему, это просто история, которую они придумали, чтобы люди не задавали вопросов! Злата моя дочь! Вы уверены? Стопудово! Ну как я могу помочь? Я все сделаю! Скажите! Она в крайне числом состоянии! И срочно требуется донор! Я стану донором! Спасибо! Спасибо! Я все расскажу мужу! Он будет так рад! Ну идите, ладно! Положить мешочек в квартиру номер 4! Квест пропал! Я все сделал! Ладно, она станет донором! Ну хорошо! Донор так донор! Я бы написал характеристику! На... Нет, этот курит! У него всего лишь здесь одна эта! Слушай-ка! Ну давай напишем на него... Нет, не буду я на него писать! Он какой-то скучный! На этого челика тоже не имеет смысла писать характеристику! Надо воровать на самом деле! Здесь он... Ага, вот он влюблен, да? Влюблен в Жанну Эрн! Здесь тоже просто все как-то... Все как-то скучно! Так мелочевка осталась! Мелочевка по характеристикам осталась... О, вот! На Якова Манишека можно написать! Здесь как бы косарь с него прилетит! На котика характеристику нет смысла, но его можно покормить! Быстрее! Покормить! Да, он мне принесет новую мышку! Новую мышку он мне принесет! Там новая корреспонденция, кстати! Новая корреспонденция, кстати! А ну? Чё пишут? Знаменитый кардиохирург Алози Шпак сотворил чудо! Я это уже читал! Алози Шпак! Отец! До нас дошли слухи о процедуре блаженного сна! У меня нет слов! Только попав в эти ужасные условия, я понял ценность жизни! Недалеко от нашего лагеря живет старик-отшельник, ему под 90! Он спас меня от воспаления легких, заваривая степные травы, хотя мне нечем было ему отплатить! Как хорошо, что тебя не коснется это безумие! Давай, сын! Давай! Ребенок здесь один играет, да? Кот пошел за мышкой, это хорошо! Женщина пошла готовить, это хорошо! Мне осталось вот сюда вот запихнуть, получается, мешочки! Новая жизнь! А, попугай! Он принесет мне сегодня попугая, должен, этой ночью принесет попугая! Ох, там квест какой-то у этой! Ну это мы сейчас сделаем, подожди! Для начала нужно здесь вот сделать! Пум-пум-пум-пум! Давай скорее, подложим мешочки! Создадим рынок сбыта! За это он нам даст... За это он нам даст приворотное зелье, да, получается, для этого придурка, который здесь живет! Ммм... Мешочек! Трава, цветок, мешочек, подложить! Все, этот квест сделан, отлично! Этот квест сделан, я бы посмотрел, что у них есть из запрещенки! Ну, типа, чтобы просто знать, да? Какие-то истории? Не, это все какое-то оно не запрещенное у тебя, дружище! Вон там курица стоит внизу, вон он! Жорж! Жорж, у тебя есть какая-то запрещенка? Запрещенный предмет балалайка своровать нахер! Балалайка уходит со мной! Я думаю, что запрещеночку можно продавать, понимаешь? Продать запрещеночку? Нет-нет-нет, продавать запрещеночку... А вообще, нужно следить за ним! Ммм... Я бы последил еще за ним! Он куда-то... Он рисовать пошел! Он пошел рисовать! Камеру быстрее! Я не успею, я не успею, я не успею! Все-все-все-все! Все, он пошел рисовать! Я сделал! Нечистая сделка! Да, надо поговорить с этим человеком! Ого, блядь! Он узнал, что я своровал что-то! Проблема! У меня могут быть проблемы из-за этого? Не думаю! Курит! Нашел! Ага, вижу, что куришь! Так, там внизу кто-то... Там кто-то поговорить со мной хочет! Выходи, 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 выходи! Это Луиза, да? Да, Луиза, привет! Ты что сказал-то? Здравствуйте! Как там реакция Якова? Что он ответил? Вы будете донором для Златы? Я в отчаянии, Гектор! Яков сначала был очень рад этой новости, но когда узнал, что кому-то из нас нужно быть донором, страшно рассердился. Сам он отказывается, ссылаясь на состояние нашей медицины. Говорит, что врачи гарантированно угробят и донора, и пациента. Ну, он отговаривал меня всю ночь. Рассказывал, какие ужасные условия у нас в больницах. Он очень хочет помочь, но так рисковать не может. Он меня очень любит и боится потерять, а у меня слабое здоровье. Есть еще и Маркус. Да, есть ребенок. Простите меня, я не смогу пройти против его воли. Он не отпустит меня. Неужели нет возможности его уговорить? Я не смогла его уговорить. Нужно искать другое решение. Может, и не совсем законное. Что вы имеете в виду? Если бы мой муж уехал куда-нибудь на несколько дней... Блин, ну я могу на него рапорт написать. Раньше он часто ездил в командировки. Сейчас у преподавателей не бывает командировок. Я не знаю, как быть. Я так хочу помочь дочери. Но пока Яков здесь, это не представляется возможным. Если он что-то решил, его уже не перебереть. Ладно. Ладно. Мышь! Мышь, подожди, с дороги! Ты принесла мне мышку? Ордер! Мышку, ордер! Мышку, у меня пять мышей, все. Этот квас тоже выполнен. Подожди, а можешь позвонить куда-нибудь? Связка мышей, новая жизнь. Набрать номер. Поговорить про профессиональ. Позвонить в министерство порядка. Устный рапорт на Якова Манишика. Устный рапорт. Нас все это говорит... Мы в курсе, Гектор. Что у вас случилось? У меня есть подозрение, что один из жильцов спросит что-то незаконное. Пользуясь своим положением на работе. Почему вы не воспользовались экстренным вызовом? Я не знаю. У меня нет доказательств. Только слух. Вы можете санкционировать проверочку. Мы все можем, Гегор. Имя подозреваемого. Яков Манишек. Спасибо за бдительность. Смотритель номер 4598. Машина уже выехала. Его заберут для дознания. Вот он идет, кстати. Только не бейте его. Он ничего не сделал. Он просто отец. Он не знает, что происходит. О, мужик. А что это у всех квесты появились? Ты бы смотри. У него. У этого квест. У этого квест. У всех квесты. Ну что, они стоят здесь просто так? У всех квесты появились. Что это такое? А, он уехал. Они здесь будут стоять, пока он с работы не вернется. Ну ладно тогда. Игра сама себя сломала. Доброго дня. Поздороваться. Да, что такое, Роза? Меня совсем одолел этот радикулит. В моем доме так холодно. Гектор, голубчик, вы как-то посодействовали, шло ли, с соплением? Я делаю, что могу, но дефицит угля в стране сводит все мои усилия на нет. Живем с шахтами, а уголь, видимо, только по праздникам. А что я могу? Знаю, милый, да. Теплее от этого не стану. Скажу по секрету. Я иногда борюсь с соблазном собрать все эти вырезки из газет. Ну, те, которые с изображением мудро у вождя. О, и топить начать, прикинь? Топиться. В общем, собрать и растопить печку пожарче, чтобы хоть на день согреться. Роза, нельзя это делать. Лучше никогда с этим... Ладно, никого никогда не обсуждайте. Если кто-то напишет донос, вас могут привлечь за оскорбление чувств трудящихся. Да, знаю. А ей холодно. Я понял. Ей холодно. Знаете, что ей нужно? Что вы хотели? Клопы в нашей квартире! Откуда они? Никогда такого не было. Какой ужас. Кошмар, Гектор. Я постараюсь решить проблему. Постарайтесь, а то Марк рвёт и мечет. Ого. Клопы в квартире. Подожди, я там этот придур. Доброго дня. Про холод. Про эвтаназию. Клопы в квартире. А этот идиот вообще здесь? Который не чистая сделка. Поговорит с Ханом Ван Мя про его любовное средство. Да, кстати, слышишь? Ты здесь, челик? Я бы ещё что-нибудь спёр у него. Ну или у кого-нибудь из них. Вон он. Он тут. Он тут. Ну прости, прости. Что вы делаете? Да я просто попросил уйти. Поговорим? Отдать пышей. Нет, разные средства. А поговорить о мешочках. Я выполнил вашу просьбу. Все эти мешочки с клопами на местах. Вот, спасибо. Удружили. Теперь мои настойки против зуда мигом разойдутся. Вот ваши деньги. Спасибо, конечно, за бабки. Но типа, что насчёт приворотным зельем, да? Пронесите мне личный предмет жертвы. Личный предмет жертвы? Жертвы? Ну, я хотел сказать пациента. В общем, мне нужна какая-то личная вещь. На, мышей возьми. Отдать мышей. Я принёс вам мышей. Забирайте скорее и приступайте в ваш... Да-да-да, всё, работайте. Иди ко мне, мои хорошие. Какие толстенькие. Какие красивые. Нижайший поклон вам, Гектор. Здоровья вашему достопочтенному коту-ордеру. Если появятся ещё мыши, несите мне. Куплю по 250 за хвост. Я могу кормить пацана и идти по 250 сбывать их. Ты представляешь? Ясно. Личный предмет жертвы. Личный предмет... Жертва на месте? Нет её. Заходим. Заходи, заходи, заходи. Жертвы нет. Надо внизу квест ещё тоже... Блин, ну сколько квестов! Охренеть! Давай быстрее. Личный предмет жертвы. Где она спит? Вот здесь вот. Мешочки, это всё не то. Шкаф. В шкафу? Бля, он идёт сюда! Да, всё, я не успел. Никакая жертва. Чё вы делаете? Ладно, извините. Да, простите, простите. Простите. Так, жертва. Чё такое-то? Я не понимаю. Чё у всех за квесты какие-то? Чё вы хотите от меня? Да, что ему нужно? Возбучительно! Сегодня в нашей квартире клопов! Откуда? Клопы, клопы! Решайте проблему, клопы! Я почём знаю, что там с этими клопами. Отвали от меня! Гектор, если в ближайшее время вы чего-то не придумаете, я принесу к тебе в подвал свой матрас. Бля, ещё полную банку тараканов наберу в архиве и рассыплю по вашей твоей проклятой квартире. Успокойтесь! Ладно. С тобой что? Что нужно? Чё хочешь? Чё хочешь? Я нашла клопов! Бля, они все жалуются. Может быть провести дезинсекцию? Не волнуйтесь, я приму меру, как только смогу. Слышишь, жесть! Новая жизнь, жесть! О, слышишь, иди сюда! Новая жизнь. Только что увидел, вспомнил про квест с попугаем. Моё почтение. Пять тысяч за попугая! Трицать пять тысяч денег имею. Ну давай, бля. Попугай у вас, я готов к сделке. Да, красавчик Джо. Вон он, красавчик Джо. А где этот чел? Где мужик этот? Иди сюда! Подожди, стой! А если он съедет сейчас? Ну-ка, блядь. Я возьму... Я сопру у него всё, что только можно тогда из этой квартиры. Всю санкционку я у него заберу. У него вообще какая-то санкционка была? Улики. Ни хера у него не было, походу. У него санкционки вообще никакой? Бальзам. Бритва. Такое себе. Мне нужна санкционка. Точнее, нет санк... О, они забирают его! Всё! Якова забирают. Ром с кайфом. Паспорт. О, он забирают его. Да, его забирают на допрос. Это то, что мы хотели, чтобы эта жена его стала донором. Так, мы с этим разобрались, блядь. Как быстро текут события в игре! Как быстро протекают события! Ром! Я не хочу умираться 30 часов. У него ничего запр... У него ничего запрещенного, прикинь. Я бы просто продал запрещенку, и был бы таков. Изолента. Кофе. Не, херня. Это стоит, наверное, какие-то сущие копейки. Газета, карта мира. И в кровати у него только клопы, и больше ничего у него нет. Да. О, иностранные деньги! Возьму. Бля, быстрее. А можно я их сразу отдам? О, я не могу их никуда сбыть. Очень жаль. Иностранные бабки. Слушай, они все жалуются на клопов. Пойдем в санэпидемстанцию вызовем. О, надо кота накормить. Быстрее. Кормить кота консервами. Мяу. Санэпидем. Позвонить в санэпидем? Уничтожить. Жильцы жалуются. Набрать номер. Центр... 500... Вызвать санэпидемстан... 500 очков авторитета! А у меня нет столько. Ваш уровень гражданства... Да, у меня нету столько. А я думал, за деньги можно вызвать. Ну ладно. Ты тоже жалуешься, да, на этих, на клопов? А ну иди сюда. Они все на клопов. Здравствуйте, что тебе нужно? Гектор, у нас так полно проблем, что и клопы появятся. А, все. Клопы, клопы, клопы. Да, клопы. У всех клопы. Всем подавай. Я понял. Так. Мне нужна личная вещь жертвы. Личная вещь жертвы в заднице. Еще что мне нужно? Давай постучимся. 126 часов. Время тикает. Мы постепенно умираем. Нет, что ты делаешь? Клопец. Ты не свою квартиру открываешь. Постучись к нему. Время. Ночь. Он спит, наверное. Давай скорее. Стой. Блядь, мудила. Ладно. Надо было попугая-то ему отдать. Узнать, что ему нужно. Гектор, я слышал, что жильцы жалуются на клопов. У меня есть отличные средства от этих гадов. Поверьте мне, клопы сразу исчезнут. И все будут счастливы. Всего 1000 долларов за 5 штук. Дешевле только даром. Не, подожди. Отказаться. Я вызову... Я санэпидем вызову. Нафига мне за 1000? Это надо их потом уговаривать идти. Откажусь. Ну и дурак. Разные средства. Мне нужна помощь. Да-да-да. Все-таки... Давай мне вернуться к разговору позже. А у него ничего нету. Так а что мне от него нужно тогда? Попугая пойдем отдадим. Где этот пьянчушка? Иди сюда. Давай скорее. Попугай. Я нашел вам попугая живого. Вот, держите. Теперь у вас... Все, давай, иди. Спасибо, Гектор. Вы так много для меня делаете. Из вас получился бы отличный солдат. Все? Новая жизнь. Закончен квест. Он уходит. Он съезжает или нет? Квартира вроде остается. Не знаю. Как будто бы хочет съехать. Надеюсь, не уходит. Он пошел, наверное, это. Слышишь? Он пошел, наверное... Пойдем посмотрим. А что этот хочет, чувак? Любовный, любовный этот... Романтик. Давай быстрее. Надо еще газетку прочитать нужно будет сейчас. Значит, ты, чел. Какая встреча? Что надо? Моей квартире клопы. Да, блядь, клопы я понял. Ладно. Клопы. Там у этой квест появился. Кстати, она стала донором или нет? Я же увел его. Здорово. Про семью, работу, что случилось? Луиза, что вы хотите? Вы поговорили? Якова арестовали. Его забрали. Я даже не знаю, почему и зачем. Ты же хотела. Его скоро отпустят, ведь он предполагает... Да, да, да. Так давай, Луиза, это звучит ужасно. Теперь вы можете спасти девочку. Отправляйтесь в больницу и скажите им, что вы согласны стать донором. Вы правы, да! Скажу мужу, что я делаю это ради наших детей. Ну все, она уходит. Ладно. Так, прочитаем корреспонденцию. А что дальше-то? Господи, у меня глаза разбегают. Ученые из Министерства конструктирования будущего выступили... Отец, до нас зашли. Это этот, это сын мне пишет, да? Значит, уберите это, уберите. Ученые из Министерства конструктирования будущего выступили с сенсационным заявлением. Они установили связь уровня патриотизма с биохимическим составом крови и ДНК граждан. Нас ждет славное будущее, товарищи, без предателей, без ненависти и без боли. Рождается человек, у него берут группу крови, ДНК его берут. Если в ДНК обнаруживается, что он будущий предатель Родины, скорее всего его убивают. Я думаю, что там это так. Искореним врагов народа на генетическом уровне, да. Класс. Класс! Класс, класс, класс. Так, мне нужно, мне нельзя тратить вот эти вот истории. Сколько у меня камер? Четыре штуки. Пора расставлять ловушки, я считаю. Пора расставлять ловушки. Потому что, что я могу? Мне нужно каким-то образом следить за людьми. Четыре камеры, это как бы не шутка, да? Давай откроем здесь, пока этот военный уехал. Я поставлю здесь камеру, потому что если он уедет вообще, то мне сюда нужно будет кого-то селить. Если селить будет некого, то камеры, наверное, ко мне вернутся. Как-то так это работает. Оп, хорошо. Ну вот они. Камерки, камерки по всей квартире. Готово, верхний этаж полностью. Верхний полностью. У меня сколько? А, у меня больше нет. У меня одна камера осталась, и на этом все. Здесь кто-то есть? Да, этот чувак там что-то варит, смотри. Зелья свои сраные. Так, кого еще я могу, за кем еще я могу присмотреть? Вон он идет, кстати, наш великолепный, да? Здесь никого нет. Ну давай вот сюда камеру поставим. Заключительную, так скажем, да? Третью, которая у нас есть. Потому что с собой таскать ее нет смысла, а смотреть хоть как-то за кем-то есть смысл. Давай сюда ее. Опа, подожди, мне нужно вот сюда попасть, кстати, сейчас будет. Я все забываю, что у меня шесть часов на уничтожить есть. У меня нету, кстати, больше этого. У меня нет репутации. А что мне делать? Шесть часов это нехуха. Пиздец! Подожди-ка, у меня шесть часов на уничтожение клопов. У меня проблемы. У меня проблемы. Квест появился у человечка. Вон там внизу. Давай зайдем сюда. Быстрее. Женская шляпка принадлежит Жанне. А это не то, что надо мне, блядь. Это то, что надо, мне кажется. Ха! Ты сразу нашел, представляешь? Как знал. Весь жертва. Это же она? Стучи, стучи, стучи. Давай быстрей. Так а там нет никого. Вон он, блядь. Стой, придурок. Весь жертвы. Вот, приворотное зелье. На. Я принес весь жертву. Лично. Шляпку. Ну, на шляпку. Там, наверное... Я думаю, что можно было много вещей взять у этой женщины. Я принес то, что вы просили. Эта шляпка принадлежит Жанне. Отличный выбор. Теперь это все получится. Подождите немного. Я должен что-то подождать. Я правильно понимаю? Все готово. А, я ждал просто диалог. Отдайте это зелье. Ваши жертвы. Я хотел сказать Жанне. Пусть она его выпьет. Гарантирую, с ее стороны море любви. Так это не я должен отдать ей. А этот Жан... Ну, как этого? Маркус, панишек! Здорово, сынок. Что случилось? Дядя Гектор, я кушаю. Что, у вас есть еда? Давай посмотрим, что у меня есть. Какая еда, братан? О, бля, куплю. Пойду, пойду, куплю, еду. Иди сюда. У меня еще иностранные бабки с собой. А ну, подожди, торговать, бля, быстрее. Продать иностранные деньги за тысячу. И балалайку за три тысячи. И за тысячу могу любовное зелье продать, кстати. Не, не буду продавать. Это же квест. Еда есть? На хрустящем хлебе лежит ломчик. Подойдет, блядь, я не понимаю. Сынок. Отдать бутерброд. На! Я принес тебе бутерброд, Маркус. Спасибо, дядя. Я люблю бутерброда. Ну, все, радуйся. Стой, курица! Стой, курица. Подожди, а как мне нужно не с той курицей? Мне нужно что-то другое. Они жили долго и что? Любовную нас только Жанне отдайте. Это кто, блядь? Слуга народа! Что происходит? Какие слуги? Что происходит? А, это санэпидем! Это санэпидемстанция! Они сами приехали? Мне ничего делать не нужно? У меня звонит телефон. Быстрее, срочно. Министерство звонит. Быстрее! Конченый. Возьмите трубку, вам звонят. Да, здравствуйте. Принять частный звонок. Алло, Гектор, это Луиза. Я в больнице и готовлюсь к операции. Здравствуйте. Ваш голос, вы чем-то не напуганы? Да меня дошли слухи, что в больнице, что операция очень сложная и шанс, что все пройдет хорошо, слишком мал. Но врачи говорят, что можно повысить шанс на успех. Сейчас в больнице находится известный хирург Алози Шпак. Алози! Мужчина! Он приехал с лекцией. И он будет проводить операцию. Но мы... То мы можем... Если он будет проводить операцию... Мы можем выжить, если только он. Проблема в том, что он не будет работать бесплатно. Семь с половиной тысяч долларов. Я не знаю, к кому я еще могу обратиться, но может... Вы можете мне помочь? Семь тысяч. Сумма немаленькая. Семь с половиной тысяч. Я готов. Спасибо. Кому надо звонить? Позвони ей, блядь. Набрать номер. Луизе. Сразу отдам ей. Можно поговорить? Да. Минутку. Алло. Гектор, скажите, у меня хорошие новости. Да. Наша судьба в ваших руках. Да, я нашел нужную сумму. Нет, денег нет. Нашел, нашел. Бери. Я беру деньги на... Я беру счет. Насчет поленицей бабки переведу. Луизе. Блин, они же выживут. Минус семь с половиной тысяч. Ну вообще плевать. И плюс четыре семьсот. Статус. Ты глянь сюда. Я могу купить столько камер, сколько мне захочется. Возьму пять. У меня три тысячи авторитета. А, ну они здесь все обрабатывают. Здорово. Что у тебя случилось? Тебя взяли на работу? Отличные новости. Меня утвердили на роль. Давно я не чувствовал себя так хорошо. Да слава богу, братан. Мы рады все. Обязательно приходите на примеры через месяц. Ладно, хорошо. Отличные новости. Боюсь, что меня через месяц меня уже здесь не будет. Я решу все, Гектор, не переживай. Но я очень рад, что смог вам помочь. Печально это слышать. В таком случае, Гектор, вот, держите. Это моя санитарная книжка. А зачем она мне? У меня больше ничего нет, чтобы вас отблагодарить. Может, она вам или кому-то пригодится? Уж я-то точно знаю, как тяжело в наше время достаются такие документы. Кто знает? Может, она поможет спасти жизнь вам или кому-то? Спасибо и удачи. Санитарная, владельца этого допускается к работе с продуктами питания. А зачем она мне? Зачем мне эта книжка? О, сынок! Что с тобой? Здравствуйте. Что случилось? Я хочу пить. Может, воды? Нет, я хочу лимонад. Лимонад, ладно, буду искать лимонад. Тут торговца нет, случайно, на улицах? Нет, торговца. Они обрабатывают все, ты глянь. Они обрабатывают постепенно всех этих. Пытаются вывести. Жил плане долго и отдать любовную настойку Жанне Эрн. А где она, кстати, Жанне Эрн? Что-то я никак не могу найти. Я не могу найти ни Жанну, ни этого идиота. Вон он, блядь, Джордж. Иди отдай ты. Ты отдай. Отдай ты эту любовную настойку. Какая встреча? Поговорить про эвтаназию. А, нет, реально я должен отдать. Вон она стоит. Конченая это. На, пей. Заставить выпить любовное зелье. У меня есть предложение, от которого вы не сможете отказаться, Жанна. О чем вы? Хочу угостить вас этим тонизирующим и укрепляющим бальзамом. Я выдерживаюсь, директор. Я не привыкла принимать напитки. Да и как-то это подозрительно. Убедить за минус 500 очков авторитета. Да! Не торопитесь отказываться. У вас впереди долгий трудовой день. Пей, сука! Просто у меня осталась лишняя бутылка этого прекрасного. К тому же, говорят, очень хорошо влияет на цвет лица. В наших краях, чтобы улучшить цвет лица, достаточно просто умыться от вездесущей угольной пыли. Давайте ваш бальзам. Она выпила. Что будет? И что будет? Понеслась! Чего? Это кто? Все? Ну я отдал ей. Ты счастлив? Какая встреча? Про эвтаназию. Он уехал! Жильцы сообщают о ненадлежащей чистоте. Оплатить 4000 долларов? Это штраф, что ли, за то, что я не вызвался на эпидем вовремя? Ладно. Детектива номер. Меня зовут в центре эвтаназии. 100 часов. Блядь, мне напомнили об этом, кстати. Вот тяна. Это кто там? Бля, лимонад он хочет пить. Пьет! Алкоголичка. Там человек хочет пить, есть. Кто здесь с квестом ходит? Ребенок? Это не ребенок, это женщина! Вы выжили? Здравствуйте! Спросите про операцию. Похоже, операция прошла успешно. Да. Благодаря вам. У нас все получилось. Злата еще на реабилитацию, но скоро ее выпишут. Спасибо вам за все. В больнице я кое-как с кем познакомился. Мне предложили помощь. Я хочу уехать. Пока не вернулся Яков. О чем вы говорите? Не знаю, зачем я все это рассказываю. Наверное, пытаюсь оправдаться за то, что собираюсь сделать. Понимаете, Гектор? Когда Яков работал в лаборатории, он проверял нашу кровь на всякий случай. И он нашел у нас с Маркусом то, что сейчас называют геном предателя. Это то, о чем я в газетах читал. А если он есть у нас, значит он есть и у Златы. Это просто чудо, что ее после этой аварии никто еще не проверил на это. И как только у работников взрыва охранения дойду до этого руки, мне, Маркусу и Злате святят исправительный лагерь. Я хочу забрать с обоих детей и увезти их как можно дальше отсюда. Но официально Злата не ваша дочь. Думаете, я об этом не знаю? Я отдаю себе отчет, что превращусь в преступницу, которая похитила двоих детей. Но это нужно, чтобы их спасти. Ведь они мои, оба. А как же ваш муж? Он отказывает. Он отказался помочь Злате, когда нуждался. Она нуждалась в нас больше, чем всего на свете. И что-то мне подсказывает, что идея его точно так же обрадует. Ммм, я понял. У меня нет никаких сил и желания убеждать его в обратном. Передайте Якову, чтобы он не искал нас. Она выезжает. Без детьми вместе. Все, они собираются и сваливают. Они уходят. Так, это в квартиру к себе идет. Так, а что у этой вот женщины? Они вместе, я не понимаю никак. Они вместе или что у них? Вот, вы вместе? Вы влюбите друг друга теперь или что? Неужели они долго и счастливо? Я не понимаю. Эй, бля, куда? Маматки собрала и съебывай. Ты глянь на нее. Она уходит. Отойди от двери. Гектор. Она дала по тапкам. Ты куда? Она не хочет со мной разговаривать. Все уходят. Это съехало. Это пизда. Выпила любовный напиток и тоже свалила. Что происходит? Куда все? Кто здесь живет у нас? Я не помню уже. А, бабка с дедушкой. Надо на им камеры тоже поставить. У меня камер много, а я ничего не делаю при этом. А еще нужно квартиру ремонтировать. Быстрее. Так, заселить. Лайнел Крамер. Иоганн Бесли... Дэнсон. Кристофер. Гертруда. Сдать. Сдать. Пусть будет Гертруда и Генсен. Так, это уходит бабка, да, отсюда? Это кто? А, это приезжие. Так, я сдал квартиру верхнюю, да? Доброго дня. Здравствуйте. Поговорить про холод. В последнее время стало холодать. Как вы себя чувствуете? Да как, как? Как положено по воздуху, так и чувствую. То и дело спину заклинивает. Марк говорит, надо разогревочную мазь достать. Да только где же ее взять? Горчицы или перцы мы уже, почитай, как 10 лет не видели. Посочувствовать. А, я могу и что-то дать. А, слышь! Эй, придурок, у тебя нет мази там? Давай-ка у него спросим. А, она съехала от него. Это вообще пиздец. Он сейчас там повесится, нахрен. Здорово, идиот. Разные средства. Здравствуйте. Согревающие средства. Есть все? Дело в том, что одной из жителей пожилой дамы очень холодно. Постоянно мерзнет и простывает. А горчичников мы уже давно не видали. Есть что-то для нее? А как же есть? Прекрасный бальзам. Веселый. Дракарис. Дракарис! Разогревает суставы и разгоняет кровь по телу. С вас 500 рублей. На. Вот ваши деньги. Бабуля! Я нашел тебе кое-что. Да, доброго дня. На. Про холод. В последнее время холодает. На, бери. Дать микстуру. Роза, не желаете отведать чудесные микстуры? Отчего же, голубчик? Очень даже желаю. Как называется? Что тут написано? Веселый Дракарис. Мажешься быстрее. Не видела такого средства в аптеке. Спасибо. Вот, держите. Кстати, держите за помощь. Она мне денег дала. Что, будешь принимать? Намажешься? Ну-ка, деду покажись. Да, да. Пошла пить. Пошла пить и мазаться. Блядь, не умирай. Только не умирай. Веселый Дракарис, мать его. Вставай. Бабка, ты что гонишь? Нормально все. Перекрестилась. Дед в ахуе. Весь дом в ахуе. О, слышишь, иди сюда. А, какой смысл? Пьет он. Какой смысл пьет он? Тут какие-то квесты появились. Ладно, разберемся с этим попутно. Попозже. Господа, Гектор Медина. Очень много, опять очень много квестов. 89 часов на все про все. Жить очень хочется. 2600 репутаций, 21 тысяча денег. Но сейчас, наверное, буду воровать. Наверное, какие-то вещи я все-таки у людей возьму и начну впаривать вот этому вот чувачку. Потому что с меня очень много трясут. Я помог женщине не сбежать с детьми. Я помог этому чуваку. Ну, я не знаю. Муза съехала от него. Я не знаю, как он там сейчас себя ведет. Так уходит наш этот. Мне кажется, он повесится. Бехолдер 1, господа. Спасибо вам за просмотр, за то, что были со мной. Я рад, что нравится. Всем пока.